Для того, чтобы сегодня выиграть свой первый титул чемпиона в истории белорусского футбола, Брестскому Динамо просто нужно было победить Витебск на своем стадионе. И тогда ничего от БАТЭ не зависело, как бы странно это не звучало. И Алексей Хабленко эту победу Бресту приносит. Лучше, чем такая концовка чемпионата придумать сложно. Всех поздравляю с победой. Очень крутая победа. Мы горды. Теперь предстоит очень тяжелый отрезок в линии чемпиона. Мы уже смотрим вперед. Сейчас еще отдохнем и будем готовиться вперед. Эмоции непередаваемые. Мы долго шли к этому трофею. Я считаю, что вполне заслуженно победили в этом году и не оставили шансов конкурентам. После финального свистка болельщиков Динамо было уже не остановить. Они взяли своих футболистов в плотное кольцо и не подпускали к ним журналистов. Пытались сорвать с них футболки, бутсы. Все, что могло бы напомнить об историческом событии. В победную раздевалку приглашают не всех. Наша камера, пусть и немного запотев, продолжает снимать в режиме нон-стоп. Кадры, эмоции, брызги шампанского и счастливого Артема Милевского. Он главная звезда этого Динамо. Это эмоции, которые мне на закате карьеры важнейшие для меня в моей жизни. Столько всего я прошел, столько всего я прошел, у меня были чемпионства, но вот это чемпионство, оно не заменит, оно не заменит. Мне никакого не кажется, для меня это, посмотрите, как все это. Мы заслужили это. Мы очень довольны. Нету только моя работа, это работа моих ассистентов, ребят, всех, которые работают для дружины, для команды. И потом надо сказать, что в команде был хороший характер, который хотел идти далеко. Брест уже готовится к матчам Лиги чемпионов. Они мечтали об этом и начали трансферную кампанию по подписанию новых игроков еще до завоевания своего первого титула. Это был фантастический вечер в Бресте. Не потому, что у Батте были менее классные чемпионства, а просто потому, что это новая история в нашем футболе. Андрей Бондаренко, Алексей Ковалев, Родион Кабанович и Кирилл Липовик. Контуры ОНТ.